У нас сегодня лекция по герметологии. Прежде чем начать обсуждать подробное старение, надо говорить о спортивете, что мы будем в нашей лекции подразумевать как слово старение. Биологи принимают представление о увеличении и стечении времени вероятности смерти живого организма. В принципе, это определение можно расширить на неживые объекты, а тогда старение окажется увеличением и стечении времени вероятности отказа системы, положительных механизмов. Вот на этом графике по оси обстоятельства значено время, а по оси ординации разница смерти живого организма либо по уровню какого-то механизма. Если в течение времени вероятность того, что организм не трет, или если там робот сломается и меняется, то эта система является нестареющей. Если же в течение времени вероятность по уровню или смерти системы возрастает, то эта система стареет. Как вы думаете, вот тут приведены некоторые объекты, кто из них стареет, а кто нет? Стакан. Нет. Потому что вероятность, что стакан их забьется, практически не зависит от того, сколько лет стакан. Он может разбиться и в первый день, и через 20. Стареет для молекулы глицина. Тоже, наверное, не стареет. Она может потерять свои свойства. Сразу после своего появления. Как вы думаете, стареет для автомобиль? Большой, да. А для старейки игрушечной нет. Игрушечной нет? Игрушечной тоже стареет. Ну, про игрушечную я не знаю. А большой, конечно, стареет. Понятно, что вероятность того, что сломается старая автомобиль больше, чем просто сломается автомобиль новая. Каким образом автомобиль, как любой сложный технический агрегат стареет? Ну, и последний вопрос. Вот я работаю в университете, занимаюсь генетикой дрожжей. Вот мой любимый аргент, это одноцветочные грибы, пекарские дрожжи, сохраняются церилизи. Как вы думаете, они стареют или нет? Стареют. А, вот я слушаю два разных ответа, и на самом деле это правильно, потому что некоторые одноцветочные организмы стареют, а некоторые некоторые. Просто уже биологи исследовали и показали. Пекарские дрожжи стареют, а, например, другие, делящиеся дрожжи, в лейтарстве дрожжами, в стране телевидя почти увеличиваяся дрожжи, они размножаются почкованием, и оказалось, что они стареют. А другие дрожжи, делящиеся дрожжи, которые размножаются делением, они как влезно стареют. Человек – это годно, несложное устроенное существо, и, конечно, человек тоже стареют. В этом графике ученые пытались измерить, как увеличивается вероятность смерти человека, сложности. Причем это было сделано для мужчин в России, живущих в 1970-м, в 1995-м и в 2008-м годах. И как вы видите, во всяких этих случаях, чем больше человеку лет, тем больше вероятность того, что он не переживет следующие пять лет. Причем в возрасте от 10 до 30 лет, это вероятность смерти от каких-то болезней достаточно мала, а с увеличением возраста она если вырастает. Возникает вопрос, в каком возрасте человек начинает стареть? Как вы думаете? Да, 60 лет. 60 лет еще последнее всего. 60 лет. На самом деле прямого ответа на этот вопрос тоже нет, как часто бывает в голове, но зато была сделана вот такая интересная работа. Следователи записали в каком возрасте, в каком возрасте были эти чемпионы алюминистским играм по борьбе. И оказалось иначе записывали. То есть они выписали всех чемпионов и стали записывать сколько им было им. Оказалось, что всего было два чемпиона в возрасте между 23 и 24 годами. Оказалось, что пять человек выбрали липийские игры в России. Борьба в возрасте между 24 и 26. В возрасте между 25 и 26 лет таких человек оказалось 11. Они записали всех победителей. Именно получили вот такая вот диаграмма. Что мы видим в этой диаграмме? Что мы начинаем с 27 лет шансов выиграть алюминистские игры по борьбе резко падает. Чемпионам, которые выиграли алюминистские игры в возрасте больше 27 и меньше, чем те, кто выиграли алюминистские игры в возрасте 25 или 26. А больше 33 лет их вообще нет. Поэтому сейчас идеология вообще принята мнение, что активно начинает стареть в возрасте где-то 24-25 лет. На самом деле есть указание, что это происходит и раньше. Некоторые исследования, вот как я уже правильно сказала, считают, что человек начинает стареть с самого рождения. Но заметно проявляться это начинает в возрасте 25-26 лет. И вот это видно. Все. Если вам уже 28 лет, то вам лучше сложно выиграть алюминистские игры в борьбе, даже несмотря на ваш опыт и на то, что вы знаете. Потому что больше знаете. Перейдем к другому вопросу. А что же стареть? На самом деле цель нашей следующей лекции определить. А почему стареет человек? Откуда же это? Что с ним будет? Для одного человека или другого организма? Вот, вам следующий вопрос. Как вы думаете, что стареет? Отделенные клетки или организм как целое? Отделенные клетки. Давайте так, обсуждать. Какие есть две возможности? Принципальные разные. В прошлой лекции обсуждали, что все затверченные животные называются за одной клеткой. Причем из разных клеток формируются различные станики, которые выполняют свою важную жизнь. Например, определяет какой-то кармон. Или если мышечная ткань отвечает за движение частей тела. Все клетки, составляющие эту ткань, образуются в результате деления их и последующих сирот. Но все клетки не вечные. У нас постоянно обновляются. И какая-то часть клеток принесет. И вот этот процесс деления клеток и привлечения новых клеток в камер всегда сбалансирован процессом гибреклеток. Этот процесс гибреклеток, кстати, сейчас очень интенсивно получается. Он называется апоптос или программирование гибреклеток. И он протекает из контроля организма. То есть и деление клеток, это активность гибреклеток, это тоже активный процесс, который контролируется организмом. И в норме каждый очень интенсивно. Но с возрастом, как вы смотрите на графике, вероятность смерти человека вырастает. И функции человека тоже... И человек становится слабее. Вы, наверное, видите, что пожилые люди все-таки физически намного более слабые. Важно связано с тем, что многие ткани начинают выполнять свою функцию не так эффективно. С чем это может быть связано? Может быть, просто в этих тканях становится меньше клеток из-за того, что, например, клетка делится немножко медленно, или от того, что они гибнут на монастыре. Или клеток остается столько же, но каждая из этих клеток начинает выполнять свои функции немножко выше. Это две такие разные возможности, про которые я вас спрашиваю. Тут разные ответы. И на самом деле это опять правильно. Потому что происходит и то, и другое. Происходят одновременные сокращения количества клеток артификально. Это приводит к тому, что, например, за счет того, что меньше мышечных клеток является, остается в мышцах, то, что старый человек славее, чем молодой. Поэтому они могут выиграть, наверное, действия, выбирать в разделе «Борьба». Но при этом каждая отдельная клетка начинается инфицировать туже. Одинная человеческая клетка срабатывает слабее пожилого человека, чем молодой. Ну так, почему же все-таки стареют живые организмы? Сейчас мы рассмотрим несколько теорий, которые пытаются объяснить, почему происходит движение в сумме шести клеток, почему сокращается количество клеток. Мы сейчас рассмотрим несколько теорий, которые объясняют, почему это происходит. Эти теории в основном объясняют старение многократных животных. Он, в первую очередь, конечно, воспитающий. Ему уверен, что человек несколько больше скитный, чем остальные животные, поэтому все эти теории пытаются понять, почему скорее человек. Ну, в принципе, это верно для крупных животных. Первая теория, которую мы рассмотрим, это целонервная теория старения. Чтобы рассказать про него, надо рассказать опыт, который делал американский ученый Леонард Хейклер с фибробластными человеками. Вот на этой картинке приведена фотография фибробластов, и очень большинство причинам фибробластов. Фибробласты — это клетки соединительных камер. Очень важная клетка. Что это делал Хейклер? Он брал эти клетки из человека и сажал такие исследования. И клетки подобрал это исследование, что эти клетки могли делиться. Ну, что оказалось? Что после того, как эти клетки совершают 50 делений, не полевают. Он менял среду, старался как-то все это учить. Но всегда, когда клетки совершают 50 делений, то полевают. И он написал этот феномен, написал статью. И этот феномен сейчас подключил название «минетклеты». Потому что некоторые клетки могут совершить ограниченное качество делений, после чего после делений резко сокращается, и потом они полевают. Это «минит» или «предел» клеток. Тот предел делений, который могут достичь клетки, взятые из человека, ну или из ДНК. Это связано с одной очень интересной особенностью репликации ДНК в интернете. Вы, конечно, уже хорошо знаете, что в клетках пишут организмом содержится ДНК, и прежде чем поделиться клеткой, ей надо деплицировать свой ДНК, чтобы полный набор феномофобов достался от ваших секретов. Но оказалось, что при репликации линейных молекул для река есть некая проблема. Вот на этой картинке приедем автомобиль и видя вот такой запутанный линейтинг ДНК. И самый кончик этот ДНК называется «тиломер». Там, в большом замечении, это приведено, немножко закручивается сам на себя. Кончик ДНК-тиломера уникативных никаких «былков», он не делает. Это специальности, то есть структурные последующие с молекулом ДНК. И оказалось, что при репликации ДНК так устроены эксперименты, которые реплицируют ДНК. Вот этот кончик немножко недореплицирован. То есть новая молекула ДНК оказывается немножко короче, чем в будущем. Получается, что при каждой репликации ДНК укорачивается, укорачивается. Пока линейтинг вообще не исчезнет, и не начнёт сокращаться уже значимая область ДНК, которая содержится как линейтинг. Почему же вы, наверное, спросят меня, а это не приводит к умиранию всех живых организмов? То есть, раз ДНК стали укорачиваться, то противозная должна вообще исчезнуть, и все организмы тоже исчезнут. Но это не происходит, потому что в половых клетках или в клетках некоторых отличнох организмов есть фермент, который специально настраивает теломерный участок, который удлиняет. Таким образом, при делении антисломера сокращается, а потом включается элемент целомераза, который пообрату не удлиняет. И у нас это работает в половых клетках, но не работает в клетках фемброблаза. И то, что клетки фемброблаза будут совершить ограниченное количество делений, связанное с тем, что теломер остается слишком короткой и теряются какие-то важные деньги. Что сделали исследователи? Исследователи в Адмар и другие написали в очень авторитетном научном журнале «Сами слышали в 1998 году интересную работу, которую я сейчас подхожу». Они работали, правда, не с клетками фемброблаза, с которыми работал Эй, а с клетками петельной сетчатки. Мы тоже выделили клетки петельной сетчатки, стали за ними следить, стали отмечать, сколько делений может совершить, чем они погибли. Получили первую линию, мы это посчитали, и это линия клеток – калибра после петельности делений. Она совершила 50 делений, и потом все клетки прекратили деление. Так они сделали несколько раз. Чёрными кружочками стали отмечать на этой оси, на которой они обозначали количество делений, то, сколько делений совершили в клетке, прежде чем достигли самого предела. В чёрном клетке, в чёрном цветом и чёрными кружочками обозначили клетки из пигментного эпидемии. А потом, современными методами, мы строили в этих клетках ферментовое петелье один киломеразный, который в ферментах ферментовое петелье случайно был мотивом, не работал в этих клетках. И стали наблюдать за этим клетками. Они наблюдали за этими клетками и увидели, что они делали 50-ми, 50-ми, 70-ми. И, на самом деле, они не дождались того момента, когда эти клетки прекратят делиться. Оказалось, что как только мы устроили в этих клетках ферментовое петелье один киломеразный, который удлиняет конечные участки. В основном, должен был возникнуть вопрос, а зачем же у нас так устроено, что в наших соматических клетках не работают с ферментами петелье один киломеразный? Кажется, вы можете попробовать задеваться на этот вопрос? Почему у нас это переключается в соматических клетках петелье петелье? Зачем это не нужно? Или это случайность? Как же вы видите? А где это клоточка? Если клеткам не совершенно ограничено делиться, то эти клетки могут превратиться в раку. И рак очень тяжелое заполивание, связанное с появлением клеток, которые делятся на ограниченные. И, на самом деле, отключение петель-мираза, отключение ферментов, который позволяет предъявлять особо, он является своего рода защитой от рака. Таким образом, что у нас получается? Что если фермент в целом нераза активен, то у нас высокий лист раз. Если он не активен, то у нас клетка стареет. Клетка делает какое-то количество делений, а после этого стареет и теряет способность делиться, теряет способность выполнять свои деления. Так что животные и люди приходится балансировать между этими двумя страшными приятностями, старостью и раками. Но это единственная теория, и она не объясняет всех проявлений и старений, которые происходят в живых организме. Другая теория – это, конечно, предложено Дентом Харме. Что интересно, что Дентом Харме и Бахейхе до сих пор живы. Они освободили, сделали достаточно давно, но до сих пор там дополнительные фразы и работают в разных негидантских инферстах. Предложу следующую теорию. Оказывается, в процессе антаболизма ферменты, которые катализируют превращение одних веществ в любые углы, одновременно катализируют очень нехорошую галку. Они, как из обычного кислорода, который есть в воздухе и расстояние с кровью, и из них попадают в москвелеты, образовывают очень токсичные для организма активные формы кислорода. Это несколько очень реабционно способных соединений, которые могут взаимодействовать с белками липидов, молекулами липидов, белками, ДНК и портить их. В процессе антаболизма у нас образуются активные формы кислорода, которые повреждают их компоненты веществ. Кстати, одну из активных форм кислорода, вы знаете, это переписи водорода. Мы ее иногда используем, чтобы продезинфицировать рану. Это связано с тем, что она обладает геоцидным действием, не бывает клетки как стогенов микроорганизмов, как и наши клетки. Но наши клетки немножко лучше, еще и не поэтому от действий переписи водорода. Поэтому мы пользуемся ей для того, чтобы продезинфицировать рану. Но переписи водорода – это одно из самых безопасных активных форм кислорода, которые образуются в организме для взаимодействия кислородам. Если дима, декал или с утра кислорода, то оно опасно и может не повредить, не может сказать, важных для крепких молекул. А почему так страшно повредить молекулы ГРТА или ДНК? С глюком, на самом деле, это не так страшно. Клеп плохо, если повреждено очень много глюков. Почему это не так страшно? Потому что глюк можно в конечном счете переварить клетки и сделать новое. Но при этом достаточно всего одно повреждение, всего одно одно частотное остатки, чтобы глюк стал мусинтернальным и стал выполнять свои мысли. А если повредить молекулы ДНК, то клетка потеряет информацию, что-то записано как нибудь и нибудь не синтезирует. И это глюк, кстати, стратично запутается, и это станет понимать, что нужно делать. В процессе изменительности, когда мы употребляем пищу, эта пища попадает в слуночного кишечного тракта, подключилась кровь, разносится под ткани, а потом разные составные молекулы, разные питательные вещества попавшие к нам с пищей, в результате метаболической реакции разлагаются до более простых, в результате опыта запасаются от этой энергии клетки. Но теория Армена говорит о том, что вот этот процесс, собственно, получения энергии из тысячи в телепортуализм связан с образованием вот этих токсичных продуктов кислорода. И чем он больше живет, чем больше молекул, тем больше развивается активность продуктов кислорода, и больше накапливается повреждение клетка, и тем хуже он начинает работать. Сейчас это, наверное, самая общепризнанная теория. Нам причин очень много экспериментальных подтверждений. Одним из самых, наверное, явных экспериментальных подтверждений в телепорту является то, что снижение калорийности питания значительно продлевает жизнь эксперименталу живого. Мы пройдем очень интересный эксперимент с крысами. Следовательно взять крыс, посадили их в клетку, и начали давать им пищу с избытком, чтобы они могли есть сколько они хотят. И они записывали, сколько эти крысы съели. Записывали, и потом выяснили, сколько эти крысы могут есть, если давать еды, сколько хочешь. Потом, на следующий год, мы взяли две другие группы крыс, и одной давали еды на столько, сколько те съели, а другим крысам давали еды на где-то треть или половину меньше, чем свидали те крысы, которые ни в чем себе не отказывали. И оказалось, что те крысы, которые получают немного меньше пищи, живут и больше, на 20-30%. Такой парадоксальный крыльт, а вроде бы не меньше, питательные вещества вроде бы не должны быть хуже, а тем не менее оказалось, что они живут дольше. И этот эксперимент очень хорошо согласуется с Тюрией Хармином, потому что как раз Тюрия Хармин говорит, что процесс анаболического превращения китайских веществ связан с образованием активных кислородов, которые вызывают клетки и, по личному счете, движение объекта, эффективность выполнения пунктов клеток. Там речь идет о калорийности и агарической вещи. О калорийности. То есть можно съесть много, например, овощей, агаристы, 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 агаристы. Ну, тут неважно, в какой форме, можно съесть слишком много овощей, это тоже будет плохо. То есть важно, чтобы калорий меньше, чем калорий. А сейчас этот вопрос очень активно изучаются исследователи, попытаются понять негулярные механизмы, которые объясняют вот это прогрение жизни и крыс, получающих хигантливую количество калорий. Рассказал вам две теории. Это агаристическая теория скорения и теория гагаристы. Это так называемые гигианистические теории скорения. Это не похоже на найти общую причину скорения у разных индивидных видов. Представляете, что хочется найти какую-то очень простую причину. Вот, чтобы раз или можно было легко исправить. К сожалению, эти теории приводимы на ледве, в которой, я бы не сказал, Агарут Роксов. Вот, такой, с премьер-медведи, выключенный в 90-м году, написал статью, в котором собрал коллекции из разных теорий. В среде них были агаристы, 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 теории, которые говорят, что у нас начинаются теории сопротивления соматических мутаций, которая предполагает атмосферская мутация соматических клеток. И вот еще 300 теорий. Как вы думаете, какая из этих теорий верна, какая нет? Это риторические вопросы. Очевидно, что все из них до определенной степени верны, но ни одна из них объясняет механизмы стояния до конца. Она объясняет только какие-то аспекты стояния. Или объясняет, например, причину увеличения вероятности смерти с возрастом для какого-то одного вида животных, или даже одного вратурного штаба в лист. Все эти теории верны. На самом деле, все немножко сложнее. Скорее всего, они верны все листы, все листы. Причем старения очень много, очень много механизмов, по которым стареют многоклеточные животные. На этой картинке, как я уже сказал, по всей инвестиции разные животные стали по-разному. Для каждого вида животных существует какой-то свой характерный, какая-то своя характерная для этого вида животных продолжительность жизни. Например, крысы живут в среднем 9-м году. Максимальная продолжительность жизни для крысы это целая родительность 1-го года для обычной лабораторной крысы. Самые крупные грызу муки-бары живут 8 лет. Кабаны 20 лет. Африканский слон живут 60 лет. Вы, наверное, заметили, что чем больше животных, тем дольше они живут. Это некая биологическая технология, что животные с большей массой тела живут обновенно дольше. Африканский слон живут 80 лет. Африканский слон живут 80 лет. Правильно. Конечно, есть из этого некоторые исключения. Я сейчас говорю скорее про непопитающего, чем про всех органов вообще в целом. Так что это, в общем, верно, мы исключаем. И, конечно, эту зависимость нельзя поместить на одну прямую. Африканский слон живут. Африканский слон живут, а некоторые люди умерли. Да. А на самом деле, человек, если бы он был диким животным, он жил бы за 25-30 лет. И то, что мы сейчас живем 78 лет, это заслуга медицины, которая каждого человека свидет за ним, что нам стоматологи лечит сухо, что проводят достоянно какие-то медицинские осмотры. Человек очень сильно выбивается из этой тенденции. Человек — еще одно существо, про которое я вам сейчас скажу. Вот тенденция такая вещь, что чем больше живут, тем он больше живет. Африканский слон живет. Наши предки, которые 100 тысяч лет назад жили, они в среднем мире по 25-30 лет, и мало кто-то живет, и даже в 30-30 лет считался общим причем в эстрадарных временах. Одинаковые механизмы тарени, представители разных книг, вообще не очень разные. Если он разный, то он определяется генами, которые статируют генами, которые выполняют ваши функции. Как это проверить? В чем они обратились к записям приходских книг людей, уже в 19 лет? Вообще гератологи очень часто изучают всякие старые записи, в которых записано, когда кто родился, когда кто не был. И они сделаны как очень приезжающей работой. Они начали изучить близнецов. В изучении близнецов вообще очень много того, биология и генетология в частности. И они стали записывать разницу между временем и жизнью одного и другого близнеца. То есть, если один близнец по записям в Харьковской книге проживает 60 лет, а другую 70, то они записывают 110. Если один прожил 50, а другой 51, они записывают 101 и так далее. А потом посчитали какая средняя разница между временем и жизнью от близнецов. И оказалось, что если брать одно деятельное, которое не вычисли, абсолютно идентичное, то эта разница оказалась около 14 лет. А если они взяли разница у близнецов, то эта разница была 18 с половиной лет, и практически не отличалась от разницы, которую они наблюдали для дальних дозий. Что это бывает вероятность того, что интервал между временем, что разница в продолжительности жизни на близнецах и близнецах несколько меньше, чем у разнолетних. Это указывает на то, что гены играют существенную роль в определении того, сколько проживет данный человек при существовании. Все, что мы сейчас говорили, это если гены влияют на продолжительность жизни, то почему в статусе болезни не появились нескольящие организмы? Самый простой ответ на то, что, во-первых, они появились, что есть пример нескольящей жировой организмы. И если обратиться к непопитающим, ваш приведённый пример чайпаха, скорее всего, тоже является нескольящим примером настоящего организма, но сейчас я не говорю, как мы попитались. На этой фотографии взяли два замечательных и симпатичных существа, а ему 22 года, а ему 20 жизни. Сказайте, кому сколько? Это студентка Американского университета, которой 22 года. А это существо, земляков, земляков, по-мирски, который называется Наикит Монурет, голод как крыса, чтобы по словам переводить. Ему 26 лет. Это выбьющее исключение из той зависимости, которая связывает размер тела и продолжительность жизни на млекопитающих. Оказалось, что Фриллин такой вид, в результате, живёт очень-очень долго, на первом столете, как, собственно, что происходит человек. Интерес к этому живу сейчас, возник колоссальный интерес в отношении к этому животному, и связанный с тем, что, по всей видимости, это существо не столеет. Давайте я вам немножко расскажу про амуретную току, потому что сейчас возникли к иммуне, относительно к этому животному, потому что, к примеру, это питающие, которые не столеют. Во-первых, как вы уже немного рассказали, это млекопитающие, но несмотря на то, что это млекопитающие, оно не может саму поддерживать температуру своего тела, поскольку живёт это существо огромной металлонией под землёй, где температуры так-то стоят. Поэтому, эти животные изучились поддерживать температуру своего тела, и, по-моему, если вы помните, приличительное место обитания, то они будут остывать и не смогут поддерживать свои температуру на зону. Во-вторых, они как муравьи живут в большом колонии, где есть царица, и рабочие. Размножаются царица, а рабочие выполняют какие-то задачи по содержанию вот этого колонии. и оказались к тому же, что это существо нестареет. Более того, оно не только нестареет, оно и не турак. Как поняли, что это существо нестареет? У человека, вот эта девушка, которая была на предыдущем слайде в им. лаборатории, с днём её рождения, начала изучать этих двух определенных земляков. И стала записывать, какая вероятность смерти от возраста этих двух земляков. И вот этой осями отмечали возраст, а по удалению отмечали, с какой вероятностью в этом возрасте умрёк лаборатории земляков. Оказалось, что здесь, как бросить вот эту выгибающуюся точку, которая связана с высокой смертностью молодых земляков, то в течение 25 лет она практически не меняется. Таким образом, вероятность умерить лаборатории землякова не увеличивается с возрастом. Это существо не стоит. Ну и всё же, на самом деле я вам вопрос, почему она не возникла, то есть почему мы всё-таки не стареем, коремён исключения, подавляющее большинство животных и напидающих стареем. Это был земляков, черепах, может быть, ещё некоторые рызы, рызы, возникающихся не стареем, но всё-таки большая часть них стареет. С чём это нужно получать? Почему в процессе эволюции не обрабатываются гены, которые отвечают за старение? А мы только что посудили, что старение связано с дежной, или что это наследование может быть. На этот вопрос отвечает депутационная теория старения, предложенная цифровым недоваром. Потом эта теория значительно дополнила, даже не совершенствовала, и дополнила Джордж Вильг, известная герантолог. что говорит эта теория? Эта теория говорит, что даже если у вас появляется какая-то группа нестареющих организмов, то всё равно в процессе эволюции не возникнет стареем. Такая вот интересная теория, что даже если специально сейчас не сделают искусственные выводы нестареющие организмы, хоть в процессе эволюции уже не может быть миллионы лет, они опять начнут стареть. Попробуем разобраться. Почему это произойдёт? Чтобы разобраться, затем попробуем рассмотреть такую модель. Что такое модель? Вы понимаете, мы сейчас в уме будем прорабатываться некий такой мысленный эксперимент. Возьмём клетки, которые введём некоторые правила для этой нашей модели. У нас будут клетки, которые размираются делением. И при этом каждый день у нас будет умирать 10% этих клеток в исключением образом. То есть если у нас клетки умирают в исключением образом, вне зависимости от ухода, что они дают ухожие 10, и что их стоимость будет умирать с вероятностью 10% и каждый клеток будет умирать. А на освободившиеся места оставшиеся клетки будут умножаться и заполнить освободившиеся места новые клетки. Возьмём для эксперимента мысленно. Экспериментом в голове тысячу клеток. На день ноль у нас у всех этих клеток будет возраст такой новый. На следующий день что у нас произойдёт? У нас 10% этих клеток погибли, а их место заполнить новые клетки. Таким образом у нас будет 900 клеток с возрастом один и 100 клеток с возрастом ноль. Правильно? Свидетесь за признанностью. Что будет на второй клетке? Можете сказать? У нас будет 10 клеток заставлять какой-то да. Причём поднимут случайным образом часть из вот этих гипотеста и часть из вот этих 100 лет. Таким образом останется 810 клеток от вот этих исходных у которых тоже будет возраст 2. От вот этих 100 клеток останется 90 приблизительно 90 вот у них будет возраст 1 и появится 100 новых клеток. А теперь такой вопрос. Что будет на сотой клеток? Ну да. Практически все может быть одна останется. Да. А сколько будет клеток с возрастом ноль на сотой клеток? Нет. 100. Если 1000 у нас всего 100. Понимаете почему 100 понимаете потому что 10% от 1000 это 100 и теперь нарисуем распределение этих клеток. Кстати я сделал методоварь который я уже говорил вот у нас получается что с возрастом 0 у нас 100 лет с возрастом 1 это тысячи или десяти тысячи лет будет с возрастом 11 лет сколько 90 и так далее. На этой картинке обозначено распределение клеток с разными возрастами то есть сколько клеток разных возрастов присутствует. не 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 поскольку это процесс случайный может быть окажется чуть чуть больше может быть окажется чуть чуть меньше так что конечно не будет не целое количество клеток просто какая-то может оказаться немножко больше чтобы выжили а может быть немножко большого то есть эта модель работает таким образом внесем мутацию в клетке мутация это специальные парнии которая действует для всех клеток и всех клеток мы внесем два вида мутации первая мутация это будут правила для клетки всех клеток в определение один раз Второй раз выживает, второй раз выживает, ну как одну мутацию, которую он для других клеток нанесет, что клетки умирают возрастом 31 дней. Причем неважно, она может умереть раньше в результате этого случаяния, и попасть в наши 10%, которые мы каждый раз убираем. Но остальное дежурение 7-ного дня, то она точно погибнет. И какой это вам вопрос? Как вы думаете, какая мутация имеет больший шанс вдруг посуществовать в популяции этих клеток? Понятно, что эти мутации будут забраковываться, потому что и эти клетки, и эти клетки будут оставлять меньше потомков нормальных клеток, которые умирают только в результате этих случайных 10%. Такая мутация, клетки с такой мутацией дольше просуществуют в этом разводе. Что может произойти с клетками, у которых есть мутация А? Они с вероятностью 10% могут погибнуть в один день, они с вероятностью 10% могут погибнуть в возрасте второй день, и точно погибнуть в возрасте 3 дня. Шансов и вреда на то, чтобы размножиться, вы немножко больше издаёте, да? Поэтому вот эта мутация, существует компуляция в наших клетках значительно дольше. Давайте это немножко рассмотрим поподробнее, потому что это очень важный момент для понимания этого диалога. Вы помните, что на нашем распределении у нас постоянно размножающаяся популяция клеток с возрастом 0, и всегда 100, потому что все клетки стояли, и каждый раз появляется 10% новых клеток. То есть в день 1 у нас было 100 клеток с возрастом 0, 1-2, у нас 90 клеток с возрастом 0, и 10 лет 10 к потомкам с возрастом 0. И раз мы это говорим, вот именно вот эти 100 клеток, да? Мы пытаемся, если бы сейчас дают 1 год. На 3-й день у нас останется 81 клетка с возрастом 2, приблизительно 19 к потомкам. И все эти 80 клетки поднимут, если у них есть первая мутация. Если у них вторая мутация, то они проживут 31 день, и поднимут только 4 клетки от этой мутации. Так что кажется, что получается, что вот эта вот мутация, которая заставляет ее поднимать на 3-й день, значительно более опасная, значительно более вредная, чем та, которая проявляется на 3-й день. И на самом деле, эта мутация настолько вредная, что из-за случайных процессов она вообще может не браковываться. Спокойно существовать в течение очень-очень другое время в мутации наших клеток. Таким образом, поскольку мутация в организме происходит постоянно, так, такому роду мутации будут накапываться. То есть что у нас получается? Это значит, накапывается мутация, которая убивает клетки в позднем возрасте. Мутация, проявляющаяся в позднем возрасте, будет существовать в мутации, заметно, больше, чем мутация, которая, например, не появляется сразу в возрасте. Какие могут быть мутации, проявляющиеся в возрасте? Например, что клеток плохо размножается. И что она с меньшей вероятностью оставляет потом больше, чем другие клетки. Эти мутации будут виброковываться очень эффективно. А у мутации, которые проявляются в позднем возрасте, будут виброковываться, в результате системы отбора очень-очень плохо. И такие мутации будут копейцы, копейцы. И что мы получаем? И что мы видим, что исходные вне строящих клеток, у нас получилась клетка за достаточно большим временем, у которых много мутаций, проявляющихся в позднем возрасте. Которые заставляют погибнуть или нарушать функцию этой клетки в позднем возрасте. То есть, на самом деле, появилось старение. И в этом и заключается мутационная теория. Интересно, что таких мутаций действительно много. И можно перейти от наших клеток, от наших моделей к живым организмам. С ними происходит все то же самое. Во всем живым организмам в процессе эволюции накапливают медные и слабо-зребные мутации, которые проявляются в позднем возрасте. И проявление этих мутаций является хорением, является проведением старения. При этом бывают мутации, которые портят кто-то чуть-чуть. Ну, например, у человека за возрастом портится немного хуже, и начинают работать мышцы, которые отвечают за зеленые клетки и хрустали. И очень сильно она... Эта мутация может вообще никому не подставить у человека. Делись в пару лет. Но есть интересное, что и мутация, которая приводит к гибели человека в возрасте, как он курсирует в среде людей. Реально существующим примером, как эта мутация, может служить мутация, вызывающая болезнь геттингтона. Есть такое наследственное заболевание, хотя и в общем-то, или болезнь геттингтона. Гибель берега нейрона, и приводит к нарушению координации движения, и, конечно, на счету гибели человека. И до 30-ти лет она никак не появляется. Человек чувствует себя, как ни в чем не бывает. Выявить этот заболевание, который меняет в генетический тест. Выделить этот человек далеко, и посмотреть, есть ли эта мутация или нет. Но в 35-40 лет начинается резкое причинное здоровье. Человек теряет координацию движения и достаточно быстро погибает. В 35-ти лет она не имеет никаких симптомов. Мутация очень похожа на ту мутацию, которую он приводил для наших клиентов, которая возникает в возрасте 31 дней. И эта мутация не пропускается в системном отборе, потому что человек будет в 40 лет обучен на кузовую детей. Поэтому это мутация в системном отборе не пропускается. Давайте еще немножко подправляем эту модель на эту мутационную школу. Как Вы думаете, что у кого-то из родителей эта мутация есть, то с вероятностью 50% она будет у детей. Как Вы думаете, что будет, если мы изменим немножко параметры нашей модели? И что, будем убивать каждый день не 10% лет, а 20% лет? Как Вы думаете, вот в этой ситуации та мутация, которая появляется на 31-й день, она существует дольше или меньше? Будет ли она более вредной или менее вредной? Давайте спросим так. Она будет менее вредной. Нет, она будет менее вредной, потому что вклад в случайного процесса в вероятность другого организма будет больше. И доживать до такого дня из-за случайных причин будет намного меньше. Поэтому, на самом деле, мутация, появляющаяся в таком позднем возрасте, она вообще не будет видена по естественному отбору. Потому что в случае для 31-го дня практически никто не переживает. И выбросить эту мутацию будет очень сложно, отбраковать. И вот тогда задача уже в реальной жизни. Что у нас самая популяция опосов. Один живет на острове, где у них нет личников, и на них никто не охотится. А другая популяция опосов живет на дентиненте, и они находятся в смешной дверке. И там очень опасные дентиненте на них охотятся, и там большие болезни. И они очень немного гибнут из каких-то внешних причин. Как Вы думаете, если поймать опосов с острова и из континента, и отвезти их в зоопарк, где никто, на них находятся не будет. Какой опосов у нас на данной популяции умеет жить дольше? Допустим, в среднем у континентальных опосов сидали в возрасте 2 года, а островные погибали в возрасте 4 года. В этой ситуации у континентальных опосов могла появиться мутация, которая что-то портит у них в возрасте 4 года, нарушает физиологический процесс в возрасте 4 года. И когда их поместили в зоопарке, им брали пищу, брали пищников, то оказалось, что у континентальных опосов намного больше мутаций, которые портят у них жизнь в возрасте 4 года, а у островных, которые в природе проживали до этого возраста, таких мутаций нет, потому что это нижняя опоса. Этим образом, депутационная теория говорит о том, что популяция, изначально несторожнейших механизмов, будет обогащаться слабо вредными вездающимися в позднем возрасте. Это не универсальный процесс, это теория имея несколько стиментальных подтверждений о реакционной геропологии. Согласно тебе теория, старение получается набор наследственных заболеваний, проявляющихся в позднем возрасте. Тогда такой вот вопрос. Как вы думаете, что это значит? Можно ли отменить или отложить старение в этой ситуации? Можно ли как-то бороться со старением? Можно, но это сложно, да? Правильный ответ, потому что это большой набор разум-разум для разных мелких проблем, причем именно очень большое число и относительно мелких проблем, которые с возрастом начинают накладываться на то, что не таким образом человек стареет. Интография самого старого человека, который просто 32 года, это Жан-Куриц Кагмент, тот, который мы слышали от этих свечек. Она еще после этого прожила 5 лет. Сегодняшний день это максимально удалкивается в жизни для человека.